Дар был направлен куда? В прошлое. Нормально. Теперь у нас в следующей по очереди кто должен быть? Кто что-то новое сделал? Авраам. Что он нового сделал? Милхиседеку отдал десяти. Отлично. Все хорошо знают этот пример. Да? Отлично. Было ли это чем-то новым? В Библии мы первый раз встречаем понятие десяти. Но немножко разобравшись с историей, которую мы разбирали когда-то про Ур, мы знаем, что в Уре, и мы вчера, по-моему, об этом вспоминали, давали десятину. И поэтому, в общем-то, это не было ноу-хау Авраама, но стоит посмотреть на события, которые предшествовали этому. и стоит подумать, о чем говорило это даяние. Быстро давайте попробуем это сделать. Благодарность за что? за победу. То есть Авраам догадывался, что победа, которую он одержал, была, в общем-то, сверхъестественной. И поэтому, когда он встретил священника, Бога Всевышнего, он выразил свою зависимость и благодарность за эту победу принесением десятин. Причем важно в нашем случае, что он не распоряжался тем, что ему не принадлежало доли людей, ходивших с ним, и тем, что они скушали. Он не вычитал убытки, он не распоряжался чужим. Понятно, да? Здесь все понятно? Личность Мелхиседека. Большинство верующих Нового Завета видят в личности Мелхиседека отражение Ишо или Богоявление. Да? Окей. В общем-то, вы знаете о царе, который был царем того же города Салима, звали его Адони Цедек. Слышал кто-нибудь про такого царя? Адони Цедек. Тот был Мелхиседек, тот был царь праведности, а Адони – это какое слово? Господин, хозяин, да, Адонай. Адони Цедек. Царь, собственно говоря, города под названием Салим. Салим, который впоследствии был учат в Иерусалиме. Судьба этого царя была печальной. Несмотря на то, что он был царем Салима, и звали его, никак не был. А господин праведности. Как вам такое известие? Ну, мне трудно сказать, были они родственники или нет. Но, во всяком случае, они как-то правили в одном и том же городе. А связь у нас в чем? У нас бывает некоторое отношение, когда мы смотрим на царя Салима, который по совместительству еще был царем праведности. А я говорю, давайте посмотрим на царя Иерусалима, который по совместительству был еще господином праведности. По логике вещей это тоже должен быть неплохой парень. Чуть-чуть позже. Буквально в 10 главе книги Иисуса Навина. Начинается 10 глава со слов «Когда Адоний Цедек? Царь Ярославийский». Десятая глава книги «Ишо обиннул». «Ишо обиннул» «Это книга Иисуса Навинного». Нашли? «Когда Адоний Цедек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятие, и что так же поступил с Гаем и с царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гавуона заключили мир с Израилем и остались среди их, тогда он весьма испугался, ну, понятно, и захотел немного повоевать с Иисусом Навином. Закончилась эта история весьма плачевно». Я не буду строить доктрины, я просто задам несколько вопросов для размышления, для того, чтобы дать точку зрения просто отличную от той, к которой вы все привыкли. Я просто задам ряд вопросов. Скажите мне, пожалуйста, священство передавалось каким образом? Да, священство действительно передавалось по наследству. Отсутствие наследников было признаком чего? Проклятия. Ну да, извините. В то время, в то время отсутствие наследников было признаком проклятия, не проблем, проклятия. нужно узнать, а почему его священство никому не передалось? Почему? По здоровью не прошел. Понятно. Это я просто задаю вопрос. Это признак благословения, да? Вот я бы не лечился таким образом, потому что мужчины не рожают. Я родил, у меня трое детей. Читайте описание. Кто родил? Кто был больной? Так, вы аккуратнее, пожалуйста. Итак, кого нужно благословлять в первую очередь, человека или Бога? Вы уверены в этом? Точно, да? А кого благословил Мелхиседек? Открываем четырнадцатую голову. Человека и Бога тоже. Ну, вот традиционная точка зрения, одна из точек зрения говорит, что вот погорячился он, таким образом, благословляя Авраама. И поэтому, что он, в общем-то, так погорячился, он лишился священства. То есть, его потомки не получили священства. И священство в дальнейшем было даровано. Ну, не совсем, а ровно, скорее всего. Я ничего не сказал. Я сказал одна из точек зрения. Четырнадцатое бытие. Все нормально. Понятно, о чем идет речь? Я познакомил вас просто еще с одной точки зрения, не настаивая ни на чем, не отвергая никакую точку зрения. Я просто сказал, есть еще вот такая точка зрения. Я немного снял ореол с Милхиседека. Уникальность чина Милхиседека подробно разбирается, в общем-то, в послании к евреям. Послание к евреям разбирает о том, что Ешуан стал священником по чину Милхиседека. То есть, совместил в себе царство и священство. что евреям. Если вы задаете такой вопрос, вам лучше прочитать с первой по последней. Там найдете? Там есть? Читайте, читайте. Это же послание к мессианским евреям. Если остальные послания, может быть, еще к нам не относятся, то это точно. Там есть пару посланий в Новом Завете, которые к евреям. А остальные, в общем-то, не совсем к нам. Ну, читать их надо, но послания к евреям почитайте. Кто-то знает, где это? Нет, седьмой. Начинаем с седьмой. Ну, с первой. С первой? Нет, там дальше тоже надо почитать. Хорошо. Нормально, да? Отлично. По поводу Авраама еще есть вопросы? Что? Спрашивайте. Так, открываем седьмую главу. Открываем седьмую главу. Имам Мехецедек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, и тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающийся после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь Мима, мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобить Сыну Божию, пребывая священником навсегда. Видите, как велик тот, которому Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающий священство из сынов левиных имеет заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя оси, произошли от чисел Авраамов. Но сей, не происходящий от рода, их получил десятину от Авраама, благословил имеющего обетование, без всякого же прикосновения меньше благословляется большим. Бесвидетельствует, что он живет. И так сказать, сам левий, принимающий десятину в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Милхиседек встретил его. И так, если бы совершенно достигалось посредством левийского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Милхиседека, а не по чину Аарона именоваться. Здесь о ком идет речь? Хвостовать священнику по чину Милхиседека, а не по чину Аарона. О ком идет речь? Ишуа. Здесь идет речь о том, что Ишуа был священником по чину Милхиседека. Потому что с переменой священства необходимо быть и перемене, ибо тот, о котором, говорится, сие принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Здесь говорится о том, что Ишуа принадлежал к такому колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Мог ли кто-то из колена Иуды приступать к жертвеннику? Ишуа принадлежал к какому колену? О чем он говорит здесь, автор послания к евреям? Он обсуждает с ними вопрос о смене священства. И здесь говорится, послушайте, ребята, есть перемена священства, есть перемена закона. И тот, кто восстал, он принадлежал к такому колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иуды, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснение видно из того, что подобно Милхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповедей плотков, но по силе жизни не перестающим. Ибо засвидетельствовало, ты священник вовик почину Милхиседека. Это засвидетельствовало, где? Псалма. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда по советскому натуре, мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, и те были священниками без клятвы, а сей склятвы, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскаялся. Ты священник вовик почину Милхиседека. То лучшего завета поручителям садился Ишуа. То есть понятно, о чем здесь речь? Идет речь о даянии десятине или обсуждается вопрос смены священства. Смеяное священство. Потому те люди, которые основывают даяние десятины в Новом Завете, мы будем об этом говорить, на месте, когда Авраам принес десятину Милхиседеку, должны учитывать, что в общем-то упоминание в Новом Завете, в Бритхадаша, этого случая не касается принесения самой десятины. И если следовать строго тексту, то мы не можем сказать, что Авраам регулярно приносил в десятины Милхиседеку. Мы можем сказать, что это было один раз. Писание не говорит, что он делал еще это. Писание не говорит, что они встречались. Мы видим это один раз. Поэтому мы не совсем можем опираться на это место, говоря, вот посмотрите, как делал Авраам. Ну тогда посмотрите, сделайте то же самое. Один раз отдайте все. Причем не тому хорошему человеку, а плохому. Дестину хорошему, все остальное врагам. Шутка. Я пошутил. Все поняли? В обоих. Все. Шутить с вами опасно. Я как-то приехал в одну... Как вы поняли, я не сторонник теории преуспевания. И я приехал в одну церковь, и я приезжал туда, как бы несколько служений подряд, и давал, в общем-то, тему приношений в заветах. Ну, как вам, только в усеченном варианте, там было 6 часов. Каждую неделю по 2 часа на воскресных служениях. И когда, в общем-то, мы разобрали эту тему, после меня, как бы, в церкви было свидетельство людей, и вышел один брат, свидетельствовал. Я говорю, как вот учил предыдущий спикер, говорит, о преуспевании. Я пастырю говорю, пожалуйста, никому не рассказываю, что я учил преуспевании. Я говорю, не учил о нем. Но люди иногда вот так вот понимают. Так вот, я после этого говорю, я не учу о преуспевании. Это раз. Второе, я иногда шучу. Да, так вот, это была шутка в обоих частях. Итак, понятно с даянием, понятно с Милхиседеком? Да, кстати. Кстати, очень понятно, спасибо. С десятиной? Мы продолжим, не проживайте. С десятиной мы еще продолжим, все будет хорошо. Просто в мире священцев не стоят. Я прошу прощения, читайте послание к евреям. Там много про это написано. Итак, Ицхак. Ицхак. В общем-то, Ицхак был веселый парень. Все знаете, что он был человеком совершенным. Знаете, да? Беспорочным. Да? То есть, хороший человек был. И вот он был таким хорошим, что ему пришла еще одна светлая мысль в голову. Заключить с Богом договор. Ну, что? Было, что есть, и во что одеваться. Да? Так, я перепутал, спасибо. Ладно, начнем теперь. Про Якова говорилось очень много. Вот про Ицхака говорится намного меньше. Очень мало. Почему? Почему про Ицхака говорится очень мало? Что, что, что? Нет, приносил. Все нормально, приносил. Потому что он как раз приносил, нас будет он интересовать. Потому что он тоже приносил. Его, кстати, тоже приносили. Но поскольку у нас часть материальных даяний, то мы не разбирали события 22 главы. Мы сразу перейдем чуть-чуть попозже к другой истории с этим юношей связанным. Почему о нем так мало вспоминают? Какие есть идеи? Не, идеи были плохие. Потому что его мало вспоминают. Должна же быть причина. Не, то я же сказал, я перепутал. То я перепутал. То не про того, то про Якова. Итак, открываем с вами 26 главу всей той книги бытия. Хочется уже перейти, конечно, к исходу. Но пока. Был голос в земле сверхпрежнего голода, который был во дне Авраама. И пошел Ицхаком и Мелеху царю к филистинскому в Герал. И явился Господь ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, в которой я скажу тебе, и странствуй по земле. И я буду с тобой, и благословлю тебя, ибо тебе и потомство твоему дам все земли сии. И исполню клятву, которую клялся Аврааму отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сии. И благословляться всеми не твоим, все народы земные. За то, что Авраам послушался глаз моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои. Ицхак поселился в Герал. Итак, мы видим юношу, к которому обращается Бог. И который говорит, «Завет, который я заключил с твоим отцом, переходит к тебе». Все благословения, которые принадлежали твоему отцу, все обетования, которые были даны ему, достаются теперь тебе. И поэтому не зря евреи до сегодняшнего дня говорят, что наш Бог – это Бог Авраама, Ицхака и Якова. Нам нужно это перечисление. Почему? Потому что у Авраама было и только Ицхаку досталось обетование. И вот этот момент передачи обетования в общем-то очень такой важный. Ну, в всяком случае, в жизни этого юноши это был важный момент. Ицхак был юношей, достаточно послушным. Мальчику было сколько лет, когда папа его повел на гору моря? В районе 37 лет. Мы не можем жестко сказать. Ну, около 37 лет. Не будем точно называть как бы даты. И мы знаем о том, что он, в общем-то, он три года печалился по смерти матери. Потом, когда папа дал ему жену, он наконец утешился. Иногда это надо, чтобы папа дал нам жену, чтобы мы могли утешиться. Некоторые решают их брать сами. Ну, вот, он был послушным еврейским мальчиком. Он ждал, когда ему папа подберет. Папа таки подобрал. Он таки утешился. Все хорошо. И теперь мы видим, что мальчик начинает самостоятельную жизнь. И Бог приходит к нему и дает ему обетование уже. Жена это уже пройденный этап, он уже ее имеет. Все хорошо. Бог пришел. Он уже утешился. Все хорошо. Это было... Мы в 26-й главе сейчас. Бог приходит к нему и дает ему обетование. Как реагирует мальчик? Тебе не надо. Что исполнили? А ему что сказали? А что делали? Внимательный текст. Страцу. А он что сделал? Осел. Мне послышалось осел. Осел. Хорошо. Итак, послушался он или нет? Еще важный момент. Во-первых, номер раз. Он не послушался. Номер два. Что делал его папа, когда Бог являлся к нему? Ставил жертву. А мальчик что сделал? Поселился. Не послушался. И мы точно знаем, что он, в общем-то, был достаточно хорошо материально благословен. Мало того, что он не послушался, он начал сеять, начал приобретать землю. И он, кстати, собрал урожай не по-детски. Во сто крат. Даже сегодняшний уровень земледелия считает, что урожай во сто крат сверхъестественный. Даже сегодня. Можете представить тогда. Все были в шоке. И, в общем-то, это материальное благословение начало привлекать к нему неприятности. Те, кто увидел это, сказали, ничего себе. И стали ему что? Завидовать. И поскольку они стали ему завидовать, они его попросили удалиться. Дальше тоже была интересная история с колодцами. Он копал. Ну, нужно сказать, что с водой там было не всегда хорошо. Вы в курсе дела, что в той местности с водой не всегда хорошо. Вы знаете, на Украине есть люди, которые копают колодцы. На Украине с водой хорошо. Но не всегда, когда они копают, там есть. Иногда они выкопают. Раз. А воды нет. Надо идти в другое место и опять. А он как-то копал. Вода была. Приходили другие и говорят, не-не-не-не. Это наша вода. Он выходил в другое место. И что делал? И опять там была. Опять они приходили. Мне говорили, так. Говорят, ладно, хорошо. Я пойду в другое место и там выкопают. Понял. Понял. Ну, так. Понятно, что в общем-то. Я бы сказал, знал где. Знал где копать. Я не думаю, что он ходил с палочками. Вот это вот. И сказал. Лично я так не думаю. Но то, что я читаю, он знал где копать. То есть копал и была вода. Другим это не нравилось. Они спорили. Ну, в общем-то, вода была. И понятное дело. Я промолчал про историю там с Авемилехом, да? Он был тоже в шоке от этого парня. Ну, Авемилех проходил вообще уроки с чужими женами. Да? И здесь он как раз вот выглянул и понял, что тут. Вот это семейка именно. То папаша вот такое творил. Теперь этот чуть подраздачу не подставил. Ну, в общем-то, уважал его Авемилех после всего. И здесь, в общем-то. И он двигался отсюда. И выкопал он на колодец, с которым уже не спорили. То есть устали. И нарек именно Реховов. Ибо сказал он. Теперь Господь дал нам пространное место. И мы размножимся на земле. Оттуда пошел он в Версавию. То есть Баршев. Знаете, да? Что Баршев вообще на краю пустыни Негев. Там именно с водой очень хорошо. А он там копал и... И было. И в ту ночь явился к Господь и сказал. Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся. Ибо я с тобой благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. Слушайте, пожалуйста, не напоминает он ничего? Начало главы. Бог опять приходит к этому же мальчику. Говорит, не переживай. Все будет хорошо. Я, говорит, ничего. После того, что ты тут натворил. Я, говорит, с кем? С тобой. Ради папы. Ну, как бы ничего не поменялось. Вначале тоже все было ради папы. Да? Не бойся. Я бы с тобой благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. И он устроил там что? Мальчик понял, что... Дошло. Дошло. Что несмотря на все материальное благословение, его жизнь, как это ни странно, все равно зависит от Бога. И почему-то во второй раз к нему пришла светлая мысль в голову. Построй жертвы. Вопрос, почему первый раз не пришла? И здесь нужно понимать некоторый фон, который существовал в его жизни. Он был кем? Любимым или нет? Он был любимым. Все в доме папы принадлежало кому? Всех остальных он отпустил с подарками. Чтобы все досталось кому? Ему. Мама его любила? Ну, я вам скажу, что он, судя по всему, тоже ее любил. Если столько горела. И только жена могла его утешить. Послушайте, все в доме принадлежит мне. Все в этом доме для меня. И мне же является Господь и говорит, послушай, ради твоего папы я тебя... Понятно, а кого же еще? Все в этой жизни для меня. Он принимает это как нечто само собой. Но приходят неприятности. И когда Бог приходит, говорит, не бойся, все хорошо, сынок. Я с тобой. Он говорит, понимаю. И начинает, что делать? Благодарить. Выражая свою зависимость. Мы говорили о том, что жертвы, они могут быть выражением зависимости от Творца. Частью благодарности, частью выражением зависимости. И судя по всему, о нем так мало сказано. Опять одна из многих точек зрения. Потому что он не был сразу благодарным. Поэтому о его братьях говорится достаточно много. О его отце говорится достаточно много. А о нем говорится... В общем-то, немного. Ничего плохого, но немного. Понятно, да? Хороший вопрос, но думаю, не по адресу. Я думаю, чуть-чуть позже вы сможете задать вопрос по адресу. И вам ответят. Никогда, в общем-то, вы не найдете на все вопросы, все ответы на этой земле. Но там, на небе, вам найдут ответы на все ваши вопросы. Что? Может быть. Ничего не могу сказать. Вопрос не по адресу. Яков. У него была идея, да? Он был человеком совершенным. И у него была идея заключить... Да? Что? Обед. Обед. Не завед, а обед. Он заключил. Дал обед Богу из всего того, что он дарует ему. Десятую часть отдать Творцу. Мы знаем, как он это делал? Отдавал. Не знаем. Не знаем. Нет. Мы не можем утверждать того, что он не отдавал, равно как мы не знаем, как он это делал. Мы не знаем. Мы знаем о том, что такое намерение у него было. Он парень серьезный и заключил обед. Но мы знаем о том, что точно, навряд ли он исполнил тот обед, который он дал. Он не исполнил обед, о котором. Еще раз. Этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим. Вам осталось найти место в Писании, где в Лузе или в Вифиле был Дом Божий. Вот и все. Найдете, покажете, значит считается исполненным. Он кроме этой части давания десятины говорит о том, что этот камень будет Домом Божиим. Вот на этом месте этот камень. А он как-то, ну, я не в курсе, чтобы там был Дом. Я понимаю. Я не возражаю. Дом Божий был там построен? Камень был небольшой, действительно. Мог взять с собой, ходить везде. Такой камень, Кире, Домик. Ну, не знаю. Понятно, да? Ну, и он включает в этот обед то, что ему не было обещано. Еду и одежду. Понятно, да? Как бы не совсем тоже такой... Давай, как бы, Господь, договоримся так. Я тебе именно 10%, а ты меня обеспечиваешь. Еду и одежду. Ну, что ты так будешь вот это обеспечивать? Должен же быть какой-то интерес. Я знал некоторых христиан, которые готовы были 90 отдавать. Себе 10 оставлять. Некоторых с половиной. У многих такие мысли были, да? Ну, не знаю. Были. Я не могу сказать, что у многих. Но я встречал таких, у которых были такие светлые мысли. Не работает. Как-то он не сильно заинтересован в этом. Потому что у него все есть. И оно все ему принадлежит. И так, поэтому... Он как-то не сильно заинтересован, чтобы мы ему что-то дали. Потому что все, что мы получили, мы получили от кого? От него. Понятно, да? Чему-то мы можем научиться из вот этого периода, о котором мы говорили. Благодарить. Ну, то есть, благодарность – неплохая вещь. Взаимоотношения. Мы можем увидеть, чего не надо делать. Не давать обетов, которые не исполнишь. Ну, во-первых, не давать обетов, которых не исполнишь. Во-вторых, наши дары не должны быть направлены в будущее. Наши дары не ищут того, чтобы снискать благоволение. Они не являются тем, что он милостивляет Бога. Они не являются тем, из-за чего Бог просто, ну, хочет, не хочет, обязан. Вот они такими не являются точно. Понятно, да? Мы можем увидеть часть взаимоотношений и выражения зависимости и благодарности. Как в случае. Кайны и Авель разбирали. Нох разбирали. Авраам, Ицхак и Ака. Достаточно? Картина, в общем-то, понятна? Вопрос к вам такой. Как Бог относился ко всему тому, что Он видел? И не говорил. Да? О, вот это мне... Отлично. Все так делайте. Я специально ни на кого не показывал, я так в сторонку. Я говорю, Бог не смотрел. Я говорю, ух, вот молодец, Авель. Вот смотрите, все люди, внимание, вот так вот поступайте точно так же. Он не говорил. О, смотрите, Ной, какой молодец. Вот это мне понравилось. Так, ребята, все делают так, как делал Ной. То есть, каждый выражал на тот момент времени себя в этих взаимоотношениях достаточно свободно. Позднее мы узнаем о том, что это понравилось Богу. Да? Мы узнаем об этом. Но мы не видим, чтобы Бог сказал всему человечеству на тот момент времени. О, вот так делают всем. Понятно, да? Понятно, о чем идет речь? Да. То есть, мы видим достаточно свободное выражение человека в этих отношениях. Как он понимал, как он считал правильным, как он хотел себя выразить. И Бог говорил уже позднее, что ему нравилось. Да? Но он не принуждал всех людей поступать вот таким вот образом. И он не говорил о том, о, все теперь должны вот там. Понятно, да? То, что мы видим, это свободное выражение человека и взаимоотношения между человеком и Творцом. Понятно, да? Итак, если с этим периодом все хорошо, и вопросов никаких нету, все хорошо? Вопросов нет? Появится, хорошо. Тогда мы на них ответим, когда они появятся. Мы прервемся на 5 минут, и после перерыва начнем тему под названием «Период закона».